Ассалам алейкум! В эфире телеканала ННТ «Новости Дагестана» в студии Карим Даниев. В начале коротко о главном. 55 новых автобусов школа. От кого новогодний подарок, узнаем скоро. 56 «Зимняя сказка» от «Газпрома». Около 150 детей, среди которых и дети участников специальной военной операции, посетили представление в русском театре. «Елка желаний». Какие мечты детей исполнил председатель правительства республики, расскажем в выпуске. В Махачкале открыли улицу Докуспаринскую, строительство которой велось в текущем году. Вопрос был на особом контроле у администрации города. Напомним, ранее жители с просьбой построить дорогу, очень важную для транспортной инфраструктуры поселка, обращались в приемную президента Российской Федерации Владимира Путина. Протяженность улицы почти 3 километра. Ширина проезжей части достигает 7 метров. Здесь появилось 207 дорожных знаков, 3 автобусные остановки и парковочные карманы на 60 мест. Дорогие земляки, дорогие ливенькенцы, эта программа, как была озвучена, федеральная программа, и надеюсь, что мы каждым годом будем увеличивать количество дороги в вашем поселке, благоустройство и ввод в эксплуатацию. Эта дорога непростая, она была на особом контроле. Она очень непростая. Здесь были нарушены многие нормативы, вы сами знаете. Нашим же жителям пришлось отодвигать, кто-то добровольно отодвинул забор, с кем-то пришлось немного повозиться. Но 2,6 километра нормальной дороги для поселка, я думаю, это очень важно. И 147 миллионов, которые в федеральный бюджет вложил, думаю, не зря вложили. Хочу поблагодарить строителей, хочу поблагодарить жителей, которые помогали в решении многих проблем. Дай Бог, чтобы у нас таких праздников было больше, чтобы наш комфорт, уют был больше. Проблем ливенькенцы я видел, недавно на Махачкильской известиях специально опросил их, ничего не скрывая показать. Проблем у вас много, будем решать их вместе с вами, но сразу решить все не получится. Поэтому за год проблемы все не решим, но за несколько лет постараемся привести порядок и ваш поселок, и наши поселки, и другие. Еще раз поздравляю вас с этим замечательным днем, с наступающим годом. Добра, мира! 55 новых автобусов подарили школам республики. В торжественной церемонии передачи транспорта приняли участие заместитель председателя правительства Муслим Телекавов и министр образования и науки Яхи Абучаев. В новом году планируется получение еще большего числа автобусов для передачи их в образовательные учреждения муниципалитетов. Отметим, данные школьные автобусы будут введены в эксплуатацию уже с нового года. У нас большая страна, очень большая протяженность дорог, разбросанные на сегодняшний день. В Дагестане у нас сложная местность, горная, пересеченная, поэтому в один день все сделать не получается. Но вот с учетом этого, в том числе здесь есть партнер-транспорт с полным приводом для того, чтобы наиболее сложных дорожных участках использовать. Ну, теперь как бы вот все зависит от вас, чтобы транспорт был исправный, чтобы дети вовремя могли подвозиться для учебы, возвращаться домой. Ну и вам, конечно, тоже приятнее на новых машинах ездить, чем на старых. Зимняя сказка. Сотрудники Газпром Межрегионгаз Махачкала провели благотворительную акцию в преддверии Нового года. 150 детей, среди которых и дети участников специальной военной операции, посетили представление по произведению Самуила Маршака «12 месяцев» в Русском драматическом театре. Подробности в сюжете. До начала представления ребят развлекали аниматоры. К играм и викторинам с удовольствием присоединялись даже взрослые. Но однозначно все ждали появления главных новогодних героев. Внешне, дедушка, они заслужили. Главный новогодний подарок, ребятки, для вас – это сказка, спектакль «12 месяцев». «12 месяцев» – это история двух девочек-ровесниц, избалованной и трудолюбивой. И о том, как в лесу у костра братья-месяцы помогли изменить судьбы героинь. С просьбой оказать помощь в реализации праздничных мероприятий для детей военнослужащих к руководству «Газпрома» обратилось Министерство по делам молодежи республики. Компания откликнулась на призыв без промедлений. При этом от проведения собственных корпоративов сотрудники отказались. На ежегодной основе мы дарим детям такие мероприятия, сказку, волшебство. Несмотря на то, что сейчас в стране и в целом мире очень тяжелая обстановка, политическая тяжелая обстановка. Поэтому и наше руководство, вышестоящее, отменило корпоративные праздники. Но дети – это наше будущее, дети – это святое. На самом деле все течет, все изменяется в нашей жизни. И на следующий год мы еще более посмотрим, как это может быть. И политическая обстановка изменится. Более как-то празднично, более интереснее. Будем идти в ногу со временем. Поэтому я думаю, дети довольны. Я в их лицах, в глазах видел прямо улыбку, счастье. А что еще надо нам? Дети радуются, дети счастливы. И мы счастливы. Юные зрители такой презент действительно оценили улыбки и искренняя благодарность тому подтверждения. Я впервые на этом выступлении 12 месяцев. Я очень сильно люблю посещать театры, кукольные театры. Спасибо большое «Газпром» за то, что подарили этот билет на этот замечательный спектакль. Мне приятно получить подарок не только всякие конфеты или куклы всякие, но и приятно прийти в театр. Я первый раз на представлении 12 месяцев. Все очень классно. Отметим, что в рамках новогодних акций сотрудники «Газпром» Межрегион Газ Махачкала приобрели также компьютерную технику, картриджи и другие подарки для воспитанников реабилитационного центра для детей из малообеспеченных семей и инвалидов. Лариана Шемхалаева, Магомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. Елка желания продолжает исполнять мечты. Дети с особенностями развития, дети малообеспеченных семей и дети военнослужащих, участников специальной военной операции получат свой желанный подарок на Новый год благодаря проекту «Мечтай со мной». Накануне в акции принял участие и председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он вытащил шарики с желаниями восьмилетней Надии Чухаевой из села Гелла, Карабудахкенского района, которая давно ждет велосипед, и 14-летнего Тимура Багандова из Махачкалы, мечтающего об умной колонке. Абдулмуслимов решил показать пример своим коллегам и помочь детям стать немного счастливее. Именитые дагестанские спортсмены посетили муфтия республики Ахмада Афанди. В ходе беседы духовный лидер обратился к ним с напутственными словами. Шейх отметил, что спортсмен должен достойно принимать любой исход своего выступления. Также духовный лидер подчеркнул необходимость работы над улучшением своего внутреннего мира. Встреча с шейхом прошла в теплой атмосфере взаимного интереса. Вам здоровья, чтобы вас из себя выводить, чтобы никто не смог, чтобы вы все время собой владели. Вот этого человека называем самым сильным. Работать над улучшением нравов, это тоже очень важно. Среди своих друзей, чтобы каждый человек был примером. И каждый все время должен думать, не так, как я кому-то что-то скажу, себе что-то я скажу. Я должен себя в первую очередь воспитать, а это достаточно. Спортсмены в завершение поделились своими впечатлениями. Ну, духовная составляющая очень важна, как бы, настрой на тот же поединок, собранность. Что прыгал, что вырвал, без разницы. Как Муфтия сказала, нужно достойно принимать поражение и победы. Минспорт и Муфтия Дагестана продолжат сотрудничество в работе по духовно-нравственному воспитанию молодежи. Министерство по физической культуре и спорту в Дагестане вот уже много лет активно и плодотворно взаимодействует с Муфтиятом Республики и проводит работу с молодежью. Знак признательности представители духовенства Идрис Асадулаев и Хусейн Гаджиев встретились с Ажидом Сажидовым. Они вручили главе спортивного ведомства благодарственное письмо и книгу «Калям Шариф» от имени Муфтия Республики шейха Ахмада Афанди. Хочу поблагодарить Муфтия, уважаемый, вас, команду его за ту работу, которую вы делаете в области духовно-нравственного воспитания, нашим подрастающим поколениям, нашим молодежью. Поблагодарить вас за ту работу, которую вы совместно с Минспортом делаете. Мы очень ценим это на всех наших мероприятиях, во всех наших школах. То, что сегодня как раз таки того, что необходимо для молодежи, необходимо для этих детей. Вы даете это правильный образ жизни, каким должны они быть. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. До скорых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok